Вы сажаете деревья, вроде бы все делаете правильно, но потом видите, как они постепенно погибают. В этом видео мы собрали ряд правил, как обеспечить стопроцентную приживаемость при посадке деревьев, да и других растений. С вами Виталий, главный инженер компании «Землечист». Так как же правильно сделать посадки? Ведь многие владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что их растения погибают. В этой же ситуации оказался и наш заказчик. Были посажены растения, и через некоторое время они стали чувствовать себя очень плохо. В данном случае нужно в первую очередь вызвать фетопатолога и определиться, почему растение болеет и возможно ли его спасти. И если спасти его уже невозможно, его нужно удалять, выкапывая корни и полностью забирая все до последней веточки, чтобы болезни, вредители не распространились на другие здоровые и хорошие растения. Так и поступил наш заказчик. Но жизнь продолжается. И теперь вместо старого удаленного дерева нужно посадить новое. Важно, чтобы дерево было красивым и здоровым. И как правильно выбрать его в питомнике, мы расскажем дальше. И первое, на что обращаем внимание, это то, что у нас выше земли у дерева. То есть на декоративность, как она выглядит со всех сторон, на ней должны отсутствовать повреждения, нет признаков вредителей и инфекций. Второе, на что обращаем внимание, это ком. Ком должен быть хорошо сформирован, хорошо упакован. И по размерам он должен быть пропорционален в соотношении со всем остальным деревом. Но помимо того, чтобы правильное дерево выбрать, его нужно еще и хорошо довести до объекта. Поэтому неправильно организованная доставка и погрузочно-разгрузочные работы могут зарубить все наши начинания на корню. Важно, чтобы растение было правильно упаковано. При его доставке была сохранена целостность кома, чтобы он ни в коем случае не рассыпался. Чтобы не были поломаны ветви. На это обязательно нужно обращать внимание, когда растение уже приезжает на место. В идеале его нужно доставлять на объект манипулятором. Так он сможет разгрузить его как можно ближе к месту его посадки. Но если крупномер по-настоящему большой, то может даже потребоваться строительный кран. И есть маленький лайфхак. Для перемещения непосредственно по объекту, туда, куда не может подъехать техника, мы применяем гидравлическую тележку, кладем на нее лист фанеры, разгружаем на нее наш большой саженец и везем к месту посадки. Для того, чтобы обеспечить стопроцентную приживаемость, все нужно сделать по науке. Выкапываем посадочную яму на 40 сантиметров больше, чем диаметр кома саженца. Таким образом, мы сможем легко сориентировать дерево в самой яме. Более того, и самое главное, мы заполним это свободное пространство вокруг кома плодородным грунтом. Это обеспечит хорошую приживаемость растения на стадии, когда для него это максимально необходимо. Плодородный грунт используем в данном случае для хвойников. Но вообще есть еще кислые грунты, например, для рододендрона. И есть универсальные грунты, которые мы применяем для посадок. Далее дерево помещается в посадочную яму, поворачивается декоративной стороной. Обычно дендролог присматривает за этим процессом, чтобы оно открылось наиболее красиво с видовой точки. После чего земля засыпается, трамбуется. Здесь очень важно обратить внимание, чтобы приствольная шрейка не была слишком заглублена в землю. Если мы ее заглубим, дерево может погибнуть. Дело в том, что у дерева происходит сокодвижение от корней к кроне. Это как у человека кровь. И если мы засыпем верхнюю часть ствола и саму шейку, то тогда начнет это место загнивать. И по загнивающей древесине сок перестанет бежать. То есть кровь перестанет поступать по аналогии с человеком. И таким образом без сока дерево погибает. Обязательно приствольную шейку не засыпаем грунтом, а немножечко даже раскрываем. И что еще нужно сделать, чтобы дерево хорошо прижилось? Если речь идет о крупномере, то нужно обязательно сделать растяжки, как здесь. Это позволит дереву хорошо укорениться. И это позволит не потерять дерево во время сильного ветра или бури. Если дерево маленькое или это какие-то маленькие саженцы, то растяжки не обязательны. Если мы производим посадки в летний период, то обеспечиваем обильный и регулярный полив и добавление корней стимуляторов. Это позволит корневой системе развиваться. А вот если мы производим посадки осенью, когда дерево уже находится в спячке, то корни стимулятора и полив не обязательны. А есть еще один лайфхак. Это работа с настоящими специалистами. Обращайтесь в нашу компанию. Мы подготовим дендроплан, составим перечетную ведомость растений, съездим в питомник и поможем с выбором этих растений в питомнике, привезем аккуратно на объект и произведем посадки. С вами был Виталий. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.